В эфире еженедельные спортивные новости. Приветствую наших зрителей. Высокое спортивное достижение. Гребцы из нашего города отличились сразу на двух турнирах. Открытом Кубке Республики Беларусь и в первенстве Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле. Не единожды до этого они завоевывали целый рус и пиноград и вот новый рекорд в медальном зачете. Отработав программу открытого Кубка, наши спортсмены одних только первых мест завоевали в шести заездах на воде. Среди призеров Владислав Кравец. Он становится лучшим на дистанциях К2 и 4, преодолев первым 500 и 1000 метров. Кравец забирает и серебро в разделах К1. Дмитрий Натынчик – обладатель трех золотых медалей и серебра Кубка. Таким образом, именно эти гребцы завоевали путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Венгрии. К десятку кубковых наград у команды пинчан прибавились медали первенства и их ровно 24. В числе призеров наши уже достаточно известные спортсмены Анна Маржина, Мария Попечич, София Черняковская, Егор Овчинников, Милана Цымбалюк и другие гребцы. И в этом случае, по результатам данного турнира, есть путевки. Попечич и Маржина выступят в Болгарии, в первенстве мира среди юниоров. Кандидаты попасть на него – это София Черняковская и Татьяна Воробей. Крупно переигрывают своих оппонентов футболисты волны. Команда отправляется в столицу, где 25 мая была намечена встреча со спортсменами энергетика БГУ. Эта команда в настоящий момент аутсайдер чемпионата, занимающая крайнюю 18-ю позицию турнирной таблицы. Хозяева поля сумели продержать оборону своих ворот, но ровно до 17-й минуты встречи. Удача улыбается Кириллу Полковскому. Он забивает с подачи. Кэпа белосиних Виталия Кибука. После этого соперники волны приложили максимум усилий, чтобы не пропустить, и это вполне удается. Столичные спортсмены сумели срывать выпады своих гостей, но те все же находят слабое место в их обороне. В нужное время в нужном месте оказывается Денис Прокопчук и не промахивается, получив пас от Гулычева. Энергетик БГУ сумел и после перерыва неплохо продержаться в обороне, но вновь свое мастерство показывает Даниил Прокопчук в момент, когда Сириська успешно исполняет угловой. Довольно скоро минчане все же отыгрывают один мяч, но это не спасает их положение. Ткачик выходит на дуэль с голкипером соперника и сходу поражает сетку 1-4 в пользу волны. Не обошлось на поле без жесткости. Денис Клепач пытался перехватить мяч, но получил травму, из-за чего прекратил игру и был отправлен в больницу. По предварительной информации медиков, у нашего форварда возможно повреждение мениска. Так волна увозит домой победу и соблюдает одну из своих традиций. Прямо в раздевалке Даниил Прокопчук на правах лучшего игрока матча получает переходящий талисман – морскую бескозырку. Хорошая победа, непростая игра. Только через такие игры достигают вершин, помогали друг другу. Так что, пацаны, спасибо. Далее у волны предстоит кубковая встреча. Вновь игра на выезде в Кобрине. И без особой поддержки болельщиков, которой так не хватает нашим футболистам на поле. Можно с ностальгией вспомнить, какой она была еще 10 лет назад, когда фан-сектор морально очень подпитывал волну, настраивая на победы. Вне гонки за лидерство. Пинская команда «Школа футзала» под руководством тренера Евгения Баскакова проводит драматический матч полуфинала Кубка Республики Беларусь по мини-футболу среди юношей до 19 лет. Пришлось уступить в Минске коллегам из Бориса в 900 июне. Сдались не просто так. Пусть и вдвое меньше, но забили своим оппонентам. Они в белочерной форме. Три мяча. Первый на счету – Ивана Большакова, лучшего бомбардира, автора – 11 мячей в турнире. После этого отличается на столичной площадке Александр Витчинкин. Умудряются наши футболисты забить даже в меньшинстве. Эффектно проводит мяч в сетку соперников Богдан Ли. Тренер команды Евгений Баскаков уверен, что исход этого поединка был бы другим. К проигрышу команды, по его мнению, привело спорное судейство столичных арбитров. Тем временем был определен чемпион данного турнира. Им стал недавний соперник школы футзала Бориса в 900 июне, который по серии пенальти обыграл Минчан, команду «Дорожник Юни». Спортсмены школы футзала не отчаиваются в своем проигрыше в кубке. Это спорт, где всегда есть победители и побежденные. К слову, в команду приглашают сегодня и новичков – парней, которые болеют игрой в мяч. Границ соперника по второй лиге – футбольный клуб «Стенлис». Победный третий тур чемпионата. Пенчане позволяют себе забить, но всего единожды уже в первые пять минут встречи. Далее «Стенлисовцы» слабины не дают. До перерыва трижды удачно прорываются к сетке соперников и реализуют мячи. В еще одном случае фиксируется автогол. После перерыва избиения хозяев поля на их же территории продолжается. Вячеслав Зырко – автор пятого мяча в ворота Кречета. И в течение десяти оставшихся минут игры еще дважды отличается Виталий Рушницкий. Девять очков и лидерство в турнирной таблице. Таков результат после третьего тура чемпионата «Устенлиса». Поддержим наши. Команда «Стенлис» приглашает своих болельщиков посетить матч 1.32 финала Кубка Белоруссии сезона 2024-25. Игра пройдет 29 мая с представителями футбольного клуба «Молодечно» на стадионе спорткомплекса «Палис ГУ». Начало манча в 18.30. Вход свободный. На этом завершаем наш спортивный выпуск. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова